Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео на канале YouTube. Про правильное питание, очищение организма, укрепление иммунитета, профилактику, лечение. В том числе и народными средствами. Эти видео вы можете легко просмотреть, подписавшись на мой канал. А сегодня я решил написать новое видео. Самый простой и эффективный способ очищения печени и почек одновременно. А также бесплатным бонусом вы получите очищение кишечника, крови, лимфы, организма в целом. И если вас интересует крепкое здоровье, то очищение печени и почек нужно проводить регулярно. А еще лучше, если вы будете проводить это очищение в постоянном режиме. В круглые сутки. Ведь ваши клетки и органы работают постоянно. И постоянно образуют шлаки, токсины, конечные продукты жизнедеятельности. И если вы забыли их удалять своевременно, они могут преподнести вам разные сюрпризы со здоровьем. И постоянно нужно, я бы сказал, не очищение печени и почек проводить. А помогать печени и почкам этим двум основным фильтрам в вашем организме полноценно проводить, выполнять свою работу. Проводить очищение крови. Все-таки вклад в очищение крови этих двух органов примерно 90%. Оставшиеся 10% это работа потовых, сальных желез и, пожалуй, органов дыхания. Вы ведь когда выдыхаете воздух, там тоже идут пары с некоторыми летучими веществами. Но одно из них всем известно. Спирт именно так определяют стадию опьянения. Ну а при этом кровь будет более чистой. И лимфа тоже. А также кишечники и весь организм очистите. Эти бесплатные бонусы вы получаете, если правильно запускаете в очищение свою печень и почки. А с чего нужно начинать? Вы об этом узнаете прямо сейчас. И будете немножко удивлены. С чего же нужно начинать очищение организма? Не с улучшения работы печени и почек. Многие говорят, что с очищения кишечника. Потому как кишечник это потенциально самое грязное и опасное место вашего организма. В котором развиваются сотни видов патогенных микроорганизмов. Десятки видов паразитов могут там развиваться. Постоянно образуя токсичные продукты своей жизнедеятельности. А также в кишечник попадают различные продукты питания, напитки, медикаменты. Разного качества. Если вы давно не проводили генеральную уборку в своем организме. В своем кишечнике. Очищение организма нужно начинать. Но! Не с кишечника. А с чего? Вы узнаете прямо сейчас. Многие советуют начинать очищение организма со слабительных. Да, действительно. И эффект вы видите? Кишечник работает чаще и больше испражнений. Да и снижение веса вы можете увидеть. И пока слабительные работают. Всасывание из кишечника происходить действительно не будет. И вроде как все отлично. Но! А дальше? Ведь вам же нужно не только очищение, но и питание в режиме реального времени. А на слабительных происходит только очищение. И на сколько вас хватит? Ну! Самое крутое очищение кишечника при холере. Да! Холерный вибрион блокирует всасывание. И до 15 кг потерь веса в сутки вам гарантировано. Из кишечника не всасывается ничего. Но человеку от этого плохо. Потому как теряется быстро вода. Особенно плохо при ветососуистой дистонии по гипотоническому типу. Особенно плохо тем, у кого есть темные круги под глазами. Синдром хронической усталости. Утренняя печеночная лень. Почему именно в этих случаях хуже? Вы узнаете дальше в этом видео. А в очищении я бы советовал не слабительные использовать. Которые на 1-2 дня дают эффект. А дальше эффект быстро теряется. А более мягкодействующие сорбенты. Особенно селективные сорбенты. Которые и токсины нейтрализуют. На себя соберут. И с собой выведут из вашего организма. И полезные вещества в большем количестве вам сохранят. Особенно такие сорбенты. Которые могут приниматься не день-два или неделю-месяц. А месяцами и годами. Поэтому какие именно сорбенты лучше использовать. Будет дальше в этом видео. Но! Одних сорбентов даже для очищения кишечника вам будет маловато. А ведь мы замахнулись. Посмотрите название видео. И печень, и почки очистить. И лимфу, и кровь. И заодно весь организм. А сорбентов явно не хватит. Потому как одновременно с нейтрализацией и накоплением токсинов. Они могут тормозить перистальтику кишечника. А это очищение также притормозит. Поэтому применение сорбентов нужно комбинировать с желчегонными. Ведь желчь более сильный активатор перистальтики кишечника. А это означает, что очищение кишечника и печени нужно проводить одновременно. И легко объединить очищение кишечника и печени. Именно с них и нужно начинать. А не только с кишечника. Об особенностях применения желчегонных будет дальше в этом видео. Но! И этого вам может не хватить. А вот об этом, чего еще может не хватить. Вы узнаете прямо сейчас. Если во время очищения кишечника и печени вам не хватит воды. Работа кишечника может стать неэффективной. И первично снижается количество мочи. А вторично на очищении развивается и запор. А вам нужно, чтобы кишечник срабатывал как минимум 1 раз в сутки. Желательно утром. А еще лучше 2 раза в сутки. Утром и вечером. Поэтому для эффективного очищения количество мочи в сутки должно быть не менее 1 литра. Это очень важный и надежный индикатор. Чем опасно внезапное уменьшение количества мочи и развитие запора? Ну, вы знаете, еще не хватало, чтобы от запора люди умирали. Правда, при неправильном поведении, при наличии некоторых видов запоров умирают реально чаще. Погибают от сердечно-сосудистых заболеваний, от инфарктов и инсультов. Но, если есть варикозное расширение вен, либо венозная сеточка, либо темные круги под глазами. В этом случае присутствует высокая вязкость крови. У вас мало мобильных резервов воды, которые вы не знали, как создавать. И в этом случае, особенно при недостаточном употреблении воды, вязкость крови в еще большей мере увеличится. И возникнут еще иные ситуации. Обострение тромбофлебита, ВСД, депрессии, гипертонической болезни как минимум вам обеспечено. А вот при ветососуистой дистонии по гипотоническому типу можно и сознание потерять. Просто в этом случае сердце исходно уже работает в экономном режиме. И дополнительные потери воды и увеличение вязкости крови, ему мягко выражаясь, не создадут более комфортные условия для работы. А вот какие еще опасности ожидают вас в случае неправильного очищения своего организма, вы узнаете прямо сейчас. Ведь его режим нужно обязательно активно контролировать. Неважно занимаетесь вы очищением организма, либо просто поддерживаете свой обычный образ жизни при наличии миокардиодистрофии, либо кардиосклероза. В этих случаях сократительная способность мышцы сердца резко снижена. И при таких жестких и резких колебаниях в обмене воды реальное обострение сердечной недостаточности. А при наличии атеросклероза сосудов и ишемической болезни сердца еще и повышается риск инфаркта, либо инсульта. Поэтому при наличии некоторых болезней коррективы в свой образ жизни нужно вносить с умом последовательно и постепенно их адаптируя к тем переменным условиям окружающей среды, в которых вы чаще всего находитесь. Что вам еще нужно для здоровья, кроме очищения? Ну хорошо бы конечно и правильное питание добавить. Все-таки я диетолог. Чтобы вашему организму было на чем и обеспечивать не только основной обмен веществ. То есть обмен веществ в вашем организме в состоянии полного покоя. А также ваш организм может обеспечить выполнение ваших желаний или исполнение ваших желаний. Когда вы хотите либо поработать, либо отдохнуть, либо посмотреть телевизор, либо съездить в отпуск. И в этом случае вы можете применять средства для очищения организма, улучшения работы печени и почек. А можете объединить оба процесса в один. То есть и очищать свой организм, и питать его правильно. И безусловно такое очищение печени и почек, а также всего организма может провести любой практически здоровый человек. Да, я вас немножко напугал возможно, но это не взятые с потолка факты. Это реальные ситуации в жизни, при которых человек не зная, решив себя очистить хорошенько, может жестко пострадать. Потому как некоторые состояния будут ставить перед очищением печени, почек, кишечника, организма свои условия, которые вы должны выдержать. Мало кто задумывается, что после удаления аппендикса часто развиваются в кишечнике спайки. А они, эти спайки, могут существенно ограничить применение сорбентов. Аппендицит удаляется часто. И это серьезная проблема, которая может реально возникнуть при жестком очищении. Но в большей мере это относится именно к коротким системам очищения кишечника. Когда именно быстро, большими дозами используются сорбенты. А если правильно использовать растительные сорбенты, проблем не будет. Также достаточно часто присутствует дискинезия желчного пузыря. Подумаешь, какие-то перегибы, перетяжки. Но при этом жесткие желчегонные типа сернокислой магнезии, либо кастрового масла, либо растительных масел большими дозами. Более одной столовой ложки на прием. Могут выявить скрытую желчекаменную болезнь. Либо хронический панкреатит. А при наличии ветососудистой дистонии по гипотоническому типу спровоцирует сосудистый криз. Когда значительное количество воды из кровеносного русла окажется в кишечнике. Кровь становится более густой. И возникает естественно сосудистая проблема. Также при ишемической болезни сердца, атеросклерозе сосудов, стенокардии. Так же может такая ситуация спровоцировать мягко выражаясь инфаркт, либо ишемический инсульт. Это не такие простые ситуации. Но при правильном к ним отношении. О том как правильно очищать и печень, и почки, и кишечник и все остальное в вашем организме. Будет дальше. Там безопасная система. Которая всех этих страхов лишена. Поэтому учитывая все вышеперечисленное. И с желчегонными и сорбентами. Нужно относиться аккуратно. И спешка в очищении может плохо закончиться. Вам ведь здоровье нужно не на завтра. А на протяжении ближайших лет и десятилетий. Потому как и желчегонные и сорбенты. Нужно принимать небольшими порциями. Но часто. Учитывая потребности печени. Примерно 5 раз в сутки. Именно такой прием сорбентов. Прием желчегонных. Позволит вам эффективнее использовать печень. Как фильтр. Чтобы не было просто застоя желчи. Потому как желчь. Это пищеварительный секрет. Только вторично. А первично. Это отфильтрованные из кровеносного русла. И не пропущенные в лимфу. Различные токсины. И другие нежелательные для организма вещества. С водой конечно все проще. Вода просто должна быть чистой. Или очищенной от экологических довесков. Потому как вводить токсины и выводить их из организма конечно можно. Процесс идет. Но лучше вводить чистую воду. И вместе с ней выводить токсины из вашего организма. А также вода желательно. Чтобы была очищена от микроорганизмов. Вирусов. Грибков. Которые могут добавить токсичных веществ в ваш организм. И систему очищения сделать не такой эффективной. И поступать вода должна обязательно равномерно. На протяжении дня. Учитывая те опасности. Те сложности. Которые я вам обозначил. Тогда все будет хорошо. А как же все это многообразие объединить в легкую. Простую. Исполнимую. И самое главное безопасную систему. Вы узнаете. Прямо сейчас. Как же все это объединить в простую и исполнимую систему. Легко. В принципе. И правильное питание вашего организма. И очищение печени, почек, кишечника, крови, лимфы. Организма в целом. Оздоровление и укрепление иммунитета. Может обеспечить обыкновенный борщ. Но. Правильно приготовленный. Борщ содержит и биологически активную воду. Фактически. Это экстракт полезных веществ. Из более чем десятков компонентов. Вода. Которая поможет работе не только почек. Но и в очищении кишечника. А заодно и крови как минимум. В борще достаточно много растительной клетчатки. Выполняющий роль прекрасного сорбента. На котором великолепно размножается сапрофитная микрофлора. И подавляет патогенную. Именно ту, которая производит максимальное количество токсинов. Уже находясь в вашем кишечнике. На тех продуктах питания. Которые она успела у вас забрать. Из борща борщ прекрасно усваивается человеком. Микрофлора. Потому как термическая обработка клетчатки. Дает возможность излечь максимум полезных веществ. Из растительных компонентов. И в этом случае. Патогенная микрофлора переводится. Мягко выражаясь. На голодный паек. Борщ содержит в себе и жиры. Неважно растительного. Либо животного происхождения. Которые в сочетании с термически обработанной клетчаткой. Опять таки дают прекрасный и мягкий желчегонный эффект. И клетчатка обладает мягкими желчегонными свойствами. А жиры усиливают эту активность. Если станете употреблять борщ несколько раз в сутки. Каждый раз ваше здоровье будет только укрепляться. Потому как все эти свойства включаются одновременно. И очищение организма. И питание происходит полноценно. Об этом есть несколько видео на моем канале. В которых вы можете узнать еще несколько дополнительных бонусов. Как с помощью борща. Одновременно. Или последовательно. Как вам захочется. Захочется вам снижать вес? Пожалуйста. Есть такая система. Захочется вам набирать вес? Пожалуйста. Есть такая борщевая диета для набора веса. А также вы можете по своему желанию и мышцы накачивать правильно. Иммунитет укреплять. Борщевая диета достаточно эффективна. Но! Существуют десятки способов приготовления борща. Их более 50. И не все из них помогают более активно проводить очищение. Сделать акцент на очищение именно печени и почек. А вот как правильно приготовить борщ? Чтобы именно фильтры работали более эффективно. И лучше очищали кровь и лимфу. Вы узнаете прямо сейчас. Если же вы хотите в первую очередь улучшить работу именно печени и почек. Тогда вам в большей мере подойдет постный борщ. Но не каждый постный борщ. Из борща нужно убрать мясо, птицу. Но борщ нужно готовить и без фасоли, без бобовых. Вот грибной борщ очень хорош. Вот только такой борщ активно влияет на PH крови. Создавая в ней некоторый избыток щелочей. И в крови образуется та самая пищевая сода. Применяя которую разными способами. То ли внутривенно. То ли ПРОС, то есть через желудок. Пытаются изменить PH крови. И за счет этого усилить работу печени и почек по очищению крови. Но при этом угнетается работа желудка. Угнетается секреция желудочного сока. И возникают совершенно другие проблемы. Через атрофический гастрит человек идет в рак желудка. А если вы правильно используете борщ. Правильно его готовите и правильно применяете. В этом случае и ваш желудок остается работоспособным. И готовым переваривать новые и новые порции пищи. Снабжая правильным питанием ваш организм. Активное удаление пищевой соды в составе мочи либо желчи. Помогает вам не только очищать крови и лимфу. А также способствует удалению из почек солей мочевой кислоты. Уратов, оксанатов. Для этого нужно борщевую диету несколько дней продлить. Вот после чего и почки и печень будут работать лучше. Особенно почки. После того как соли покидают лоханки почек. Почкам работать проще. Там реже возникает воспалительный процесс. А несанкционированное удаление солей из почек. В помощи выделительной системе. Не будет обострять вам ни цистит, ни уритрит. Мужчин простатит либо аденома успокоятся. И не будут активно на это реагировать. И всем будет хорошо. Конечно можно найти и другие способы очищения печени и почек. Но такую эффективную, я бы сказал вкусную диету. Я думаю сложно будет вам найти. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Кто не подписался, не успел подписаться. Вы это можете сделать прямо сейчас под видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok